здравствуйте мои дорогие любимые рукодельницы я обещала вам показать во второй части как я делаю декор для зажима для платка прежде всего у меня была оплетенная револи как оплетать револи у меня есть отдельное видео ссылочку в описании посмотрите если вы хотите добавлять револи можно сюда добавить любую большую крупную бусину любую пуговицу красивую либо страз большой здесь я оплела еще сутажем сутаж выкладывается по форме как он у вас ложится так собственно и ложите его как вот душе угодно повторить вот это снова я не могу потому что нужно было снимать поэтапное видео а я настолько увлеклась процессом простите пожалуйста не смогла я удержаться и у меня понеслась и понеслась все потом я только спохватилась что я ничего не сняла ну конечно расскажу вам сейчас что зачем я делала это отдельно брала револи без основы накладывала сутаж сюда больше конец сюда меньше здесь пришила и погнала вот сюда обшивать добавила бусину обошла до здесь присоединила добавила меньшую бусину оплела здесь соединила и сюда концы оставили когда уже пришивала к основе то уже здесь концы я заводила просто вот сюда вот за на изнанку здесь тоже самое обошла бусину добавила здесь соединила здесь меньшую бусину и тоже здесь концы зашли вот так вот три вот так вот обхватили все остальное я делала сверху то есть я пришила это полностью к основе и добавила вот этот декор вот этот добавила вот эту бусину вот здесь вот по моему еще в начале добавила чтобы меньше дырочка было но и здесь где вам угодно можно было бы еще здесь одну добавить вот здесь другую вот такую вот можно было бы до беконус добавить или золотую главная задача декора закрыть все недостатки которые мы сделали на основе здесь здесь у нас был некрасивый хвостик от вот этой вот перекладины и хвостики собственно от этого декора от сутажа все это закрыли кожей и прошили и уже в самом конце я прошила вот это оплела бисером и по кругу обошла полностью весь зажим и все можно еще в серединке вот здесь пройти потому что отсюда немного видно сбоку видите видно нити мне видно и меня это смущает по большому счету не не страшно может быть надо использовать черный но черный тоже будет видно нитку черную какой в какие варианты делать вот этого совершенно разнообразный как вам нравится так вы можете и выкладывать я просто сделала куда как мне хотелось такие выложила но можно продумывать и варианты декора я про разработаю и еще сделаю для вас отдельное видео вот я сделала еще одну еще один зажим и вот такой декор у меня получился очень простенькие бусинку соединила сюда хвостика завели здесь здесь две большие две маленькие бусины наложили пришили добавили еще бусин с бисером чтоб они красиво смотреть до отдельно дошили до вышивали бисер и вокруг обошли бусинами это у меня змеевик пришивала я его вот отсюда не вот так пришивали а каждую бусину я вот так вот вот проходила и вот так вот пришивала получилось что между ними оказался зазор видите даже где-то еще виден зазор и когда я проходила полностью весь крят вокруг я добавляла еще вот через две штуки ну-ка фокус ну вот ну что ж такое через три штучки у меня вставлены бисеринка потому что сильно много пробелов оказалось а сами бусины просто бесподобные мне так нравится вот они именно вот в этом цвете хорошо смотрятся и под мой платок шикарно подходят вот такой платок и вот под него он действительно хорошо смотрится вот эти вот бусины ложатся на мой взгляд очень хорошо жемчуг тоже сюда нормально вписывается собственно вы можете добавить любые бусины любой бисер какой вам подходит по тональности по цветам и у каждого мастера свой взгляд на сочетание цветов иногда просто несочетаемые цвета выглядят ну просто потрясающе мне иногда кажется что в этом заложен какой-то определенный талант у каждого человека как вот сочетать цвета иногда несочетаемые так сочетается потрясающим здесь тоже у меня обшитая кожей я ее не прошивала так прекрасно легло приклеилась здесь вы же видите у меня другой совсем кончик сюда я накладываю и открыла его здесь спрятала и тоже тут закрыла этот я делала первый училась пробовала а вот этот уже вам снимала показывала вставляла сюда стразовую цепочку и собственно мне очень понравилось надо еще попробовать сделать такие же в других цветах потому что у меня родственниц которые вас желали именно такое украшение на свои платки мама свекровь тетя сестра всем нужно сделать теперь буду делать в разных цветах вам обязательно покажу если там что-то новенькое буду добавлять вы попробуйте дерзайте сутаж это конечно удивительный материал для творчество желаю вам творческих успехов чтобы у вас все получилось то что получилось присылайте мне личные сообщения в контакте напишите что вы хотите еще посмотреть из сутажа спасибо вам большое что вы меня смотрите подписывайтесь на мой канал я буду выкладывать новые мастер-классы до новых встреч